Всех приветствую, друзья! Мои имя Твистер. И буквально вчера добавили скидки на Копенгаген в 2024. А это означает, что в самое время инвестировать. Но встает актуальный вопрос, в какие наклейки вложить свои средства. И сейчас я подробно разберу, в какие наклейки стоит проинвестировать. Но перед тем, как мы продолжим, хочу дать секунду тишины маузам Холла. Потому что это конец, официальный конец данных наклеек. На данный момент стоимость маузов в Копенгаген в 2024 270 рублей, маузов в Париже 420, маузов в Рио 300 рублей, и маузов в Стокгольм 1600. Скорее всего, шансов на камбэк практически уже нету. Ну а теперь давайте перейдем к Копенгагенским наклейкам. Какие из них самые перспективные? И какие уже скоро дадут рост? Об этом, ребята, я гораздо раньше сообщил в своем телеграм-канале. Поэтому, если вы подписаны, вы всегда будете в курсе самых актуальных событий в сфере CS2. А также о том, что нужно вкладываться, а что нужно срочно сливать. Сейчас инвест постепенно снова начинает вставать с колен. Поэтому подписка на мультилегу, думаю, обязательно. Ну и плюсом, уже к концу дня будут результаты на мега-розыгрыш. Где разыгрывается нож из скины CS2. Условия очень простые. Вы подписаны на этот телеграм-канал, а также написать в комментариях участвую. Ссылочка на мою телегу есть в описании. Что ж, ребята, первая наклейка, на которую я хотел бы обратить свое внимание, это Cloud9 Holo. Но, ребята, вам не нужно закупать конкретно эту версию. Вам лучше всего взять, ребята, Cloud9 голографических Antwerp 2022. Но все дело в том, что новые Holo Cloud'a выглядят, если честно, не очень. И мне вот прям вообще не нравится. Но из-за того, что Cloud'a прошли на Копенгагенский мажор, Cloud'a Antwerp'a упали в цене. Причем падение было на 30%. А это очень хороший шанс закупить Cloud'a. Тем более, учитывая, что у них сейчас проблемы в составе. Он полностью развалился, и Cloud'a будет собирать новую тиму. Именно поэтому Antwerp Cloud'a одни из первых наклеек, которые, скорее всего, в ближайшее время вырастут. Но Cloud'a Копенгагена я не уверен. Следующая наклейка, которая имеет хорошую перспективу, это Koei Глографические. Во-первых, я сильно сомневаюсь, что они смогут пройти на следующий мажор. Но, во-вторых, эта наклейка, в принципе, участвует в большом количестве разных интересных крафтов. Именно поэтому на вашем месте я бы подождал пару недель, когда цена упадет примерно до 500 рублей, и купил бы парочку штук. Потому что перспектива у данной наклейки есть. Следующую тиму, которую я бы взял, это Loon Vision. Это новая любимая команда китайцев, которую многие очень сильно полюбили. С чем это связано? Не знаю. Потому что каких-то выдающихся результатов они не показали. Но, тем не менее, на данный момент у них достаточно слабая команда, поэтому я сомневаюсь, что они пройдут на следующий мажор. Тем самым мы получаем лимитированный стикер, излюбленный китайцами. А это вы сами знаете, какая перспектива. Но, опять же, ребята, я бы брал по 300-400 рублей. Потому что, очевидно, за последующее время, пока будут скидки, данные наклейки просядут. Еще на вашем месте я бы взял Rospice G. Помимо того, что у них достаточно прикольный автограф, так еще и сверху он стоит всего 250 рублей. Поэтому я уверен, что в будущем китайцы забустят данную наклейку. Дальше мой очевидный фаворит в инвестиции это команда Soul. Или Soul, кому как удобно их называть. Не считая тот факт, что у них очень прикольный логотип, так и в принципе это очень красивый стикер. Да, голография тут хромает. Но все равно, если за последующие полгода, например, Soul распадутся, то мы получим лимитированный треугольный стикер, который можно использовать в огромном количестве разных крутых крафтов. Из-за чего, очевидно, данные наклейки будут подвергаться бустам. Поэтому пару штучек бумаги, глиттера и голографии я бы взял. Многие из вас спросят, что у меня за логика в закупе данных наклеек. Я могу вам объяснить. Я на них смотрю больше с точки зрения того, какие из них интересные крафты из наклеек можно сделать. Потому что, смотрите, например, стикер сломанный клык вырос потому, что из него можно сделать белый вой. Только из-за необычной комбинации наклеек данный стикос вырос с 16 рублей до 230. Что, очевидно, колоссальный рост. И тех же треугольных софт можно использовать в большом количестве крафтов. Как, очевидно, и Loon Vision. Ну и логотип коев, который выглядит как бейджик. Теперь давайте перейдем к старым наклейкам, которые также могут потенциально вырасти. Одной из таких является Тайлу Голографический, Стокгольм 1021. Все дело в том, что команда показывает не худшие результаты в последнее время. А если будет дисбант, я думаю, вы догадываетесь, насколько сильно вырастет логотип без фона Тайлу. Так что данная наклейка до сих пор имеет сильный потенциал в росте. Ну и еще один стикер Стокгольма, который я бы взял, это Копенгаген Флеймс Голографический. А все дело в том, что эта команда с причудливым огоньком давно уже сделала дисбант. И мы больше никогда не увидим настолько крутой логотип, который, очевидно, также можно использовать в огромном количестве крутых крафтов. Как, например, огненный фаербол или огненное дыхание. В общем, необычных идей тьма тьмущая. И рост данной наклейки это вопрос времени. Учитывая, что она лимит, так еще и 2021 года. Плюсом хочу дополнительно сказать про команду Ecstatic. Я сильно сомневаюсь, что они придут на следующий мажор, поэтому, в принципе, можно взять их стикер. Но проблема в том, что голография на данном стикере очень сильно хромает. И цвета не из самых приятных. Единственная причина, по которой я взял бы данный стикер, это потому, что его можно использовать в разных крафтах. Он достаточно простой, и что-нибудь интересное с ним явно можно придумать. Что ж, ну я хочу вам напомнить, что у меня в телеге происходит мега-розыгрыш на ноши скины CS2. Результаты уже сегодня. Разыгрывается топовый складной нож Нотч. Ну и плюсом не забывайте, что я открыл свою скупку скинов, где я даю самые высокие цены среди всего ру-комьюнити. Ссылочка на мою телегу, а также на мою скупку есть в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok